В Молдове прошли выборы в местные органы власти. В районном совете Тараклея подавляющее большинство мест займут советники от партии социалистов. За нее отдали свой голос 57,18% избирателей. На втором месте с большим отрывом партия ШОР они набрали 12,54%. В состав районного советника вошли основные партии, которые у нас участвовали в выборах. Это ПСРМ, значительную часть мандатов, соответственно, будет принадлежать партии социалистов. За ними уже идет партия ШОР и ПКРМ, которые набрали намного меньше. И блок АКУМ сегодня набрал у нас нае количество. И ПКРМ. Независимые кандидаты, которые были в районный совет, которые кандидатствовали в советники, пока на данном этапе не прошли. В городской совет также лидирует партия социалистов. Соответственно, там есть и представители партии коммунистов. ШОР, РАКУМ, Демпартия пока тоже в этот список не попала. Там есть и два независимых кандидата, которые попали в советники. Примара в Таракли по итогам первого тура выбрать не удалось. За Сергея Филиппова проголосовало 1235 избирателей. Вячеслав Лупов на втором месте. Ему свой голос отдали 1138 человек. Каролина Попова с небольшим отрывом на третьем месте. 1001 избиратель проголосовал за нее. И за Степана Цолова проголосовало 828 человек. Выборы Примара. У нас в шести населенных пунктах района Таракли состоится второй тур выборов Примара. Через две недели. Это 3 ноября. Это у нас Тараклия. Филиппов и господин Лупов идут во второй тур. Это Твардица. Это Нижняя Албата, Верхняя Албата, Чалык и Кортин. Вот эти населенные пункты. Им еще предстоит избирать своего руководителя, так скажем. По словам председателя окружного избирательного совета района Тараклия, выборы прошли без серьезных нарушений. Явка в Тараклии составила 25%. Этого достаточно, чтобы выборы считались состоявшимися.